Латрина, ретиратник, клозет, гальюн и в конечном итоге унитаз. О нем мало говорят, но стоит признать, что в жизни человека он играет немаловажную роль. Например, в Японии на каждом шагу вы встретите то ли робота, то ли фаянсового друга. И так как данный объект крайне близок нашему телу, то, думаю, и историю его будет изучить занятно. Меня зовут Екатерина Андреева, я искусствовед, преподаватель и создатель образовательного проекта по истории, искусству и культуре Яэндарт. Подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите нас на удобных для вас площадках – Телеграм, ВКонтакте и даже Одноклассники. Мы публикуем много полезного и разноформатного контента чуть ли не во всех социальных сетях. Интересуйтесь прошлым, чтобы лучше понимать настоящее. А мы начинаем. Первые уборные появились еще в древности. Они были и в Месопотамии, и в Древнем Египте, и в Китае. Ожидать чего-то особенного не стоит. Это были простые ямы с каменными тронами, доступные только правителям. Где же появился самый-самый первый туалет? Могу ответить только то, что на данный момент, по археологическим данным, первые простые туалеты появились в Месопотамии, и случилось это аж в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Они представляли собой ямы глубиной 4 метра, облицованные полыми керамическими цилиндрами около метра в диаметр. И они были не массовыми, а, опять же, только для правителей. Возможно, что это вас не особо удивило. Ну, яма, и чего? А как вам такой факт? Первый туалет с канализацией и смывом появился в Кновском дворце у Минойской цивилизации на Крите, приблизительно в 17 веке до нашей эры. Чтобы было понятней, что это и где, именно на базе этого дворца рождается миф про Минотавра в лабиринте. И забавно отметить, что когда в начале 20 века уже наша эра английский археолог Артур Эванс нашел древний Кновский дворец, в нем имелись и канализация, и водопровод, и отопление. А вот в обычных жилищах на Крите в начале 20 века никакой канализации все еще не было, что позволило Эвансу пошутить. Я единственный человек на острове, у которого есть настоящий туалет, которому, к слову, на тот момент было уже почти 4000 лет. Уже интереснее обычных ям в земле, не правда ли? Тогда отправляемся с вами в Древний Рим. Там были и общественные туалеты, и канализация, и там же появилось выражение «деньги не пахнут», ну, как гласит легенда. Начнем с древнеримской канализации, чем мало кто мог похвастаться как в те времена, так и в течение почти всей истории. Большая Клаака. Изначально это водоотводящий канал длиной 800 метров для осушения заболоченного пространства между Палатинским и Капитолийским холмами. Позже там возвели римский форум. К сожалению, точная дата строительства нам неизвестна, но приписывают данное инженерное решение период управления римского царя Луция Тарквиния Приска, то есть рубеж 7-6 века до н.э. Таким образом, Большая Клаака считается самым древним из сохранившихся сооружений Древнего Рима. Да, не храмы и не скульптуры, а канализация. И стоит добавить, что она функционирует до сих пор как ливневая канализация. Из-за того, что сначала Большая Клаака была водоотводящей, она была открытой. В последующие века с развитием города Клааки стали примыкать и другие канализационные каналы и функционировали уже как такая полноценная канализация. Тогда же все каналы облицевали каменными плитами и перекрыли каменными сводами. Но и это решение со временем перестало удовлетворять население. К первому веку н.э. население Рима, именно города, не всей империи, приближалось к одному миллиону человек. Тут канализация и дала сбой. Первоначальный уклон Клааки был небольшим, и по этой причине вода и нечистоты застаивали, что приводило к специфическому зловонию в городе. Поэтому на рубеже первого века до н.э. и первого века н.э. Клааку очистили, расширили сеть и загерметизировали. Так мы подходим к туалетному вопросу. Если есть канализация, то должны быть и туалеты. И они были. Ко второму веку н.э. только в столице Рима было около 140 общественных туалетов. И нет, это были не штучные комнаты, где можно было уединиться. Туалет в Риме – это просторное помещение. В некоторых были мозаики на полу, фрески на стенах. А пол мог быть не только с мозаиками, но и с подогревом. И вот в этом роскошном помещении вдоль стены шла сплошная каменная скамья с отверстиями на 10, а порой и 40 мест. Без каких-либо перегородок. В центре стояли каменные чаши с терсориумами, проще говоря, с многоразовыми ёршиками. Это не хитроумное устройство, а обычная палка, к концу которой приделана морская губка. Использовали её вместо туалетной бумаги. Чтобы очистить данную губку, её мыли в ведре с раствором воды и соли, ну или уксуса. Помогало ли это очистить губку с точки зрения гигиены? Я думаю, вы догадались. Конечно, нет. Ну и в заключении. Перед каменными скамьями проходил жёлоб, в котором можно было прополоскать тот самый терсорий перед и после использования. Кроме общественных туалетов были и частные в домах. Конечно, далеко не во всех и только на первом этаже. Исходя из этого, стоимость квартир на первом этаже была значительно выше, чем на втором или на третьем, например. Тут мы с римлянами расходимся, потому что у нас квартиры на первом этаже стоят достаточно недорого, и никто их особо снимать-то и не хочет. Но вернёмся к древности. Что же делали те, кто жил на втором этаже и в домах без каких-либо удобств? Они использовали самые обычные горшки. Когда горшок наполнялся, его выносили на улицу, горшку ещё большего размера, и выливали всё туда. Это было что-то вроде нынешних общественных помоек. Потом, раз в неделю, приезжала группа работников, забирала эти огромные горшки и увозила их в прачечную. Почему в прачечную? Потому что древние римляне стирали свои тоги и туники в моче. Моча человека полна аммиака и других химических веществ, которые являются отличными природными моющими средствами. Но не будем с вами отходить от темы канализации. Про прачечные древнего Рима, как стирали и всё вот это, вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Ссылка вас ждёт в описании. Кроме самой канализации, у древних римлян была ещё и богиня канализации Клооцина, или Клоакина, как удобней. Скорее всего, она была заимствована из этруской мифологии и была защитницей большой Клоаки. Видимо, местные службы без божьей помощи не справлялись. Позже Клоакину объединили с более известной римской богиней Венеры, а поклонялись ей в святилище Венеры Клооцины в самом центре города на римском форуме. Звучит это достаточно необычно, поэтому, чтобы усилить абсурд, некоторые ранние христиане утверждали, что у римлян был ещё и бог туалета Крепит, который отвечал за метеоризм и вызывался, если у человека была диарея или запор. Но о нём, увы, нет никаких древних упоминаний. Это скорее хохма христиан о язычниках и их странных богах. Но оставим древних богов уборной и перейдём к вопросу, откуда взялось выражение «деньги не пахнут». Эту крылатую фразу приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры и ввёл туалетный налог. Узнаём об этом мы у древнеримского историка Светония. Но важно понимать, что не на все приведённые им факты мы можем опираться. Но всё же, как писал Светоний, зачитаю вам цитату, «Титу прикал отца, что и нужники он обложил налогом. Тот взял монету из первой прибыли, поднёс к его носу и спросил, воняет ли она». «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан. Вот так и появилась эта фраза. Произносил ли её на самом деле Веспасиан или нет, мы не знаем, но для нашей истории лишним это знание в любом случае не будет. Итог. В древности туалеты были. В Древнем Риме они вообще были крайне развиты и доступны городскому населению. Тогда появляется вопрос, а чего же современный туалет появился вот совсем недавно? Куда пропала канализация? Ответ на этот и многие другие вопросы мы найдём в Средневековье. Средневековье — это большой период в истории, который длился около тысячи лет. В принципе, это я повторяю из ролика в ролик, из курса к курсу. Так вот, Средневековье — это большой период времени с 5 века нашей эры по 16 век для некоторых стран. Люди якобы в те времена вообще не мылись. Об этом уже рассказывала ранее на канале. Тут где-то должна появиться ссылка на этот ролик. А ещё это время бесконечной чумы и туалетов никаких не было. Но нас с вами сейчас интересует только туалет. Если с мытьём и чумой всё не так однозначно, то с уборными и правда всё было не особо радостно. Но тому есть объяснение. Государства, которые начинают появляться в Средневековье, в основном занимают территории современной Германии и Франции. Там, конечно, древние римляне не успели настроить никаких канализационных систем. Да и города в Средневековье были значительно меньше Рима, поэтому и нужды особой в этой канализации не было. В Средневековых городах туалеты могли находиться как в ближайшей подворотне, так и на мостах. Отходы сразу уплывали, и никаких проблем. Где же доказательства, как порой пишут в комментариях? Ну, как минимум, об этом пишет в 1530 году Эразм Роттердамский в своём труде о правилах детских нравов. Зачитаю вам цитату. Невежливо приветствовать человека, который мочится и испражняется. Что свидетельствует о естественности походов в туалет в общественных местах. Точнее, о естественности справления нужды в публичных местах. Но вернёмся к туалетам. Дома обычные люди пользовались горшками. После наполнения содержимое выливали на улицу в канавы. И несмотря на то, что в канавах прокладывались покатые желоба для стока нечистот, Париж, например, утопал в зловонии. В XIII веке был издан даже закон, запрещающий парижанам выливать помои из окон под угрозой штрафа. Но так как следовали этому закону немногие, закон был смягчён. Выливать нечистоты можно, но только после троекратных предупредительных криков. «Осторожно! Выливаю!» И так ещё два раза. В Средневековье с уборными были проблемы не только у обычных людей, но и у знати. Конечно, в феодальных замках были туалеты, но это очень неоднозначное место. Для них делали специальный эркер, это выступ на здании, где и находилось отхожее место. От эркера и вдоль всего замка проходила огромная выступающая труба, по которой отходы попадали либо в специальную яму выгребную, либо сразу в речку. Кажется, что со Средневековьем всё ясно, и оно нас с вами более никак не удивит. Но не тут-то было. Те самые туалеты в замках назывались не как попало, а гардеробные. Это не эфемизм, а в туалетах гардеробных правда хранили вещи. Неужели в замках не было другого места для хранения вещей? Зачем их вешали в уборной? Так делали не из-за отсутствия другого места, а в профилактических целях. Аммиак, который испаряется из гниющих человеческих отходов, пагубно влияет на насекомых и микроорганизмы, которыми кишили одежды с данных господ. Так получалось лучше сохранять вещи. Но и это не всё. В Средневековых замках туалет — это не только удобство, но и один из способов обороны. Данскеры — это туалеты в отдельной башне за пределами замка. Без труп, которые вели бы в ров, а прям вот туалет на башне. Как это всё работало? Во время вражеского штурма Данскер позволял вести обстрел вдоль стены, а ещё защитники крепостей использовали фекалии в обороне. Они вываливали их на головы штурмующим врагам. Да, я не шучу. Вот такое вот безотходное производство ещё в далёком Средневековье. И в заключение. Как вам такая профессия, как камергер стула? Камергер стула — это придворный, помогающий монарху в удовлетворении его естественных потребностей. В обязанности камергера стула входило обеспечение короля всеми принадлежностями для туалетных нужд. Несмотря на необычность должности, она была очень востребована даже среди дворян и давала ряд привилегий. Дело в том, что физическая близость камергера стула к королю приводила к тому, что он становился той персоной, которому король доверял, и с которым делился многими секретами, как своими личными, так и государственными. Ну, сами понимаете, после такой физической близости между людьми вряд ли могут оставаться какие-то секреты. Камергер королевского стула был слугой мужского пола, отвечал за поставку чаши с водой и полотенец, а также осуществлял контроль за диетой короля и работой его кишечника. Должность камергера стула была особо популярна в Англии во времена Тюдоров. Обычно эту должность занимали сыновья дворян или знатных господ, которые с течением времени стали действовать как личные секретари короля. У Генриха Восьмого таких камергеров стула сменилось аж четыре штуки, и их имена дошли до наших дней, потому что эта работа отнюдь не была стыдной. Например, Энтони Денни. Он был последним из четырех камергеров стула Генриха Восьмого. Даже, посмотрите, портрет его сохранился. И камергеры стула получали отличную зарплату. А помимо этого камергеры получали в качестве премии одежду короля и мебель короля. Да и вообще все старались дружить с камергером, а то тьфу-тьфу-тьфу, нагрубишь, а камергер нашепчет, чего не доброго тебе монарху в туалете, и поминай, как звали. Кстати, и при английской королеве Елизавете I была такая должность, но выполнял ее, конечно, не мужчина, а первая ледиапальчевальня. И существовала такая должность, приготовьтесь, очень долго, именно в Англии. Ее упразднил в Англии только король Эдуард VII, заняв английский трон аж в 1901 году. То есть должность эта перестала существовать всего 100 лет назад. И раз речь зашла о Тюдорах, то будет большой ошибкой не рассказать вам о первом туалете со смывом в атерклозете королевы Елизаветы Тюдор, который был создан придворным поэтом сэром Джоном Харрингтоном. Конечно, вы можете найти информацию, что еще до его изобретения были и другие варианты туалетов со смывом, а наиболее известен якобы проект Леонардо да Винчи, который в конце жизни, живя во Франции, создал вариант сливного туалета в виде седалища, к которому подводилась вода для смыва. Но Леонардо бесспорно был гением, изобретателем, новатором, но нет ровным счетом никакой информации, которая бы подтверждала, чтобы гений эпохи Возрождения занимался или разрабатывал туалет, или его прототип. Откуда взялась же эта информация или фальсификация, правильнее сказать? Как показали мои поиски, данную утку запустил американский математик в одной из газет еще в 1970-е годы. Но я отвлеклась. Мы остановились на том, что в XVI веке всем, видите ли, пришло на ум изобрести туалет со смывом, и из массы фальсификации самым правдоподобным является ватерклозет Харрингтона. Первый туалет со смывом он сделал в своем поместье. Назвал же он свое изобретение Аякс в честь древнегреческого мифологического героя. Почитайте про Аякса. Думаю, что вас смутит выбор имени для первого туалета. Если кратко, то Аякс – это герой Троянской войны. Он участвовал в осаде Троя, был отличным военным, а потом богиня лишила его ума. Обезумев, тот перебил стадо скота, а когда очнулся, покончил с собой со стыда. И какая связь с туалетом – непонятно. Ну а потом, в XVI веке, англичанин называет этим именем свой туалет. В голову приходит фраза «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И вот как он поплыл. Мало было англичанину называть свой туалет в честь греческого персонажа, так он еще описал его в аллегорическом трактате метаморфоза Аяксы и прислал сие труд королеве Англии. Но тут стоит отметить – он был не сумасшедшим. Он был крестником королевы, поэтому голова с плеч за странный подарок не полетела. Голова с плеч! Что же было в его трактате? Описание устройства и руководство по эксплуатации. А вы что ждали от трактата по унитазу? Как же выглядел и работал этот унитаз? Аякс, он же ватерклозет XVI века, был внешне похож на трон. А работал он так. При нажиме на рычаг сбоку от сидения открывался клапан, и вода стекала из цистерны в нижнюю часть чаши, после чего производился смыв в расположенную внизу яму. В книге «Метаморфозы Аякса» было сказано также, где можно было приобрести необходимые комплектующие и сколько они стоят. Важно, такое устройство Харрингтон установил сначала у себя в поместье, все проверил и все работало вполне исправно. Потом Аякс был установлен, скорее всего, в Ричмондском дворце. Однако сие устройства не только не дошло до наших дней, но и не имело никакой популярности. Как же так? Почему? Так вышло, что Аякс был очень похож на королевский трон, и получалось как-то не очень этично, что место для справления нужды схоже с королевским троном, одним из символов власти. Видимо, изменение дизайна никому в голову не пришло. Так или иначе, Харрингтон не только является автором первого в Европе проекта внутреннего сливного ватер-клозета, но и сумел сделать два действующих образца. И да, еще одна причина, которой устройство не стало популярным, и его не поставили на производство. Это то, что в те времена в Англии отсутствовала и канализация, и водоснабжение. А без этого унитаз работать не будет. Неужели знатные господа продолжили использовать обычный горшок вместо удобного и гигиеничного ватер-клозета? Да, именно так. Все пользовались горшками. И бедные, и богатые, и знатные, и не очень. У бедных были простые горшки, а кто побогаче, а тем более короли, весь 17 и 18 века пользовались креслом-туалетом. Никакого новаторства. Кресло-туалет выглядело, как обычное кресло, а внутри обычный горшок. Чуть симпатичнее и дороже, чем у обычных крестьян. Вот, пожалуйста, роскошный розовый кресло-туалет 17 века из дворца Хепсон-Корт. Единственным новаторством, и то так себе новаторством, стал бурдалю, который вошел в моду в 17 веке. Внешне бурдалю напоминает соусник. Как не спутать? У соусника был носик, который выходит наружу, а у бурдалю эта часть, наоборот, вокнута обычно. С изобретением бурдалю связана занятная легенда. Жил-добыл в 17 веке француз Луи Бурдалю. Он был духовным оратором, и, как гласит легенда, он читал столь длинные проповеди, что дабы иметь возможность дослушать их до конца, приходилось брать с собой в церковь дневные вазы и прямо на месте справлять нужду. Так и появилось устройство бурдалю, названное в честь духовного оратора Луи Бурдалю. Для дам это было вполне удобным решением естественной нужды. Служанки были обучены аккуратно подсовывать бурдалю под юбку своим дамам, благо трусы в то время женщины не носили. Трусы носили только куртизанки. Но эта история уже для следующего эпизода. Так как это устройство было доступно только знать, то грех его не кастомизировать. Иногда на донышке бурдалю помещали рисунки и надписи крайне игривого и фривольного характера, соответствующие, разумеется, нравам галантного времени. Например, на бурдалю из петерговской коллекции изображен глаз и надпись на французском языке «Он тебя видит, шалунишка!» Такие необычные объекты искусства дамы бережно хранили. Для бурдалю были специальные сундучки и сумки. Есть даже упоминание, что их носили в муфтах. Ну, видимо, чтобы было всегда под рукой, если приспичит. В XVIII веке появилось еще одно по-настоящему новаторское изобретение, которым мы пользуемся и сегодня – биде. Его впервые стали применять во Франции в самом начале XVIII века. Выглядит оно как маленькая ванна на деревянных ножках. Сама чаша могла быть из расписного фаянса или металлической. Крайне изящный предмет мебели. После использования биде можно было закрыть крышкой на замок, чтобы никто более не пользовался им, кроме владельца. Разумеется, это биде не было подведено никакой канализации. Это была просто маленькая изящная ванночка на длинных ножках, куда наливали теплую воду. А после использования воду выливали и закрывали на замок. Кстати, в искусстве этот объект тоже отметился. До нас дошли полотна, на которых представлены дамы, использующие бурдалю и биде. Что сказать? Голландный век. И вот мы с вами уже поговорили о XVIII веке. А у людей из всего новшества это биде и то, какое это новшество? Тазик с водой на ножках. Туалеты хоть и начнут эволюционировать в конце XVIII века, но основной прогресс придется уже на вторую половину XIX века. И перед тем, как мы перейдем к последнему этапу, покажу, как и где хранили все эти туалетные горшки. Нет, под кроватью горшок – это удел простых людей. Люди богатые чаще всего хранили свои горшки в специальных футлярах, тумбах и комодах. Например, в Англии существовало обыкновение держать ночные горшки в шкафчиках в столовой комнате. После трапезы женщины выходили из помещения, а мужчины доставали горшки и пользовались ими. Что, конечно, приводило в недоумение многих иностранцев. В особо богатых домах горшок использовали как составную часть специального стула – ретирантного кресла или кресло-клозеты. Но недолго оставалось ночному горшку господствовать в жизни человека. В 1738 году был изобретен туалет со смывом клапанного типа. Но были у этого изобретения существенные недостатки, которые помешали туалету нового типа войти в жизнь людей. Их требовалось ежедневно заправлять водой, да и система смыва часто давала сбой. Выходили из строя клапаны, в унитазах достаивалась вода, и все это приводило к отвратному запаху. И это не самое ужасное. Ужасно то, что такие туалеты были очень шумные. Никому, в особенности дамам, не хотелось, чтобы окружающие слышали, как они среди ночи спокойненько, тихонечко покидают спальню и идут в туалет, а там громкий смыв. Поэтому данный унитаз хоть и был новаторством, но не прижился только из-за того, что был слишком шумным. Поэтому многие продолжали пользоваться по старинке ночными горшками. Тихо и привычно. И, конечно, распространение туалетов со смывом тормозилось чем? Конечно, отсутствием нормальных канализационных систем. До 19 века выгребные ямы прекрасно удовлетворяли людей. Население было не очень большим, а вот к 1800 году в Лондоне население было уже около миллиона человек. А выгребных ям, послушайте, насчитывалось 200 тысяч. Такой объем было уже не переработать. Город начал постепенно утопать в своих же отходах. Как вы понимаете, это крайне негативно сказывалось и на качестве жизни, и на здоровье городского населения. Поэтому с началом промышленной революции, ростом городов и населения появились и новые достижения в области технологии. Смывной унитаз начал приобретать свою современную форму. Решающим достижением в области сантехники стала S-образная ловушка или, говоря современным языком, S-образный сифон. Вы его можете увидеть, скорее всего, у себя под раковиной. S-образный сифон изобрел шотландский часовщик и изобретатель Александр Каминг. Его изобретение мы используем до сих пор. В чем же новаторство? И зачем вообще нужно было использовать такую необычную форму? S-образная форма сифона препятствовала проникновению запахов из канализации в помещение. В одном из изгибов был барьер против зловонного воздуха в виде воды. Но стоит отметить, что на самом деле это устройство было доработкой изобретения XVI века, того самого туалета для королевы Елизаветы Тюдор. Но только Александр Каминг смог получить на свое устройство патент и завоевать доверие потребителя. Через пару лет после Александра Каминга и его сифона Джозеф Брама запатентовал модель туалета, оснащенную медным пневмоцилиндром, обеспечивающим 15-секундный смыл. К своему открытию он пришел во время работы, когда устанавливал заказчику ватерклозет, и Брама вдруг сообразил, что знает, как улучшить действующий механизм. Его блестящее изобретение и деловая хватка открыли новую эру в истории унитазов. Как признавался сам Брама, к концу XVIII века он установил по всей стране 6000 ватерклозетов. Но его устройство тоже было несовершенным. Он подтекал. Были в XIX веке и архаичные решения. Например, в 1860-е годы Генри Молл изобрел земляной туалет. В бачке вместо воды был песок или зола. Несмотря на это, такой вариант пользовался популярностью. Например, у английской королевы Виктории был земляной туалет вместо нормального с водой. Ну да ладно. И это при том, что еще в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне был представлен общественный туалет со смывом Джорджа Дженнингса. Выставку посетило около 6 миллионов человек. И из этих 6 миллионов почти миллион воспользовался общественным туалетом Джорджа Дженнингса. А точнее 827 280 человек. Многие из посетителей впервые опробовали туалет со смывом и не пожалели о потраченных деньгах. Услуга стоила один пенни. А королева Виктория предпочитала пользоваться земляным туалетом при этом. Вот так унитаз со смывом прочно вошли в обихоты жителей Лондона. А в 1880-е героем каждой семьи стал Томас Крэпер. Знаменитый девиз его компании, производившей унитаз 1861 года, звучал так «Одно движение, один слив». Крэпер прославился в истории сантехнических инноваций главным образом в качестве ведущего производителя, хотя никакого значительного технологического прорыва он не совершил. Его гений заключался в умении рекламировать и продавать свой товар. И, конечно, в огромном трудолюбии. Он приехал в Лондон в возрасте 11 лет и начинал помощником водопроводчика. Ну, а впоследствии Крэпер устанавливал унитазы даже во дворцах, и ему было, пожалуй, звание королевского водопроводчика. Хорошо, не камергера стула, а то во времена королевы Виктории эта должность еще существовала. Ну, а компания его просуществовала до 1966 года, то есть 105 лет. Именно при Крэпере туалет стал таким, как мы привыкли его видеть. Главная его заслуга, что он смог продать свой товар и убедить людей в удобстве и совершенстве этого изобретения над обычным горшком в шкафу. И последний человек, который сделал туалет вот прям таким, как у вас дома, это Томас Твайфорд. В 1880-е он усовершенствовал модель Крэпера, выполнив чашу из более эстетичного фаянса и оснастив конструкцию, знаете чем? Стульчаком, деревянным сидением. Хочется пошутить на тему того, что уже более 100 лет ведутся споры опускать или не опускать стульчак в туалетах. И теперь, наверное, самая главная часть этого эпизода. Появление унитаза. Томас Твайфорд назвал свое творение «Юнитес», что значит «объединение». То есть, слово, которое я использовала уже десяток раз за этот выпуск, появилось только в конце 19 века. Томас представил свой унитаз в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил за него высшую награду – золотую медаль. Но почему он назвал его «Юнитес» «объединение»? Потому что это изделие объединило в себе и сифон, и саму чашу. Именно этот вид туалета успешно дожил до нашего времени. Ну что, какая из туалетных историй вас впечатлила больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях, не забывайте поставить лайк, так как ваша активность важна для продвижения ролика, и предлагайте, о чем рассказать в следующий раз, а возможно, самые внимательные даже уже догадались, о чем будет следующий выпуск, потому что во время записи я вам подмигнула на том моменте, о чем будет следующий выпуск. Ну а с вами была Екатерина Андреева, проект «Я эндарт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. что